Дорогие друзья, всем привет! С вами снова я, Сергей Пынзарь. В общем, я сейчас нахожусь в Турции, в Алании. Мы находимся так же, как и все, на карантине. Единственное, что у нас карантин сейчас четырехдневный. Потом нам разрешено гулять взрослым. Ну, ходить по магазинам и так далее. И я, дорогие друзья, решил прикупить себе мотоцикл. Нашел турецкий сайт один. Сейчас как раз на нем роюсь, копаюсь, изучаю. В общем, хочу мотоцикл купить примерно в 500 тысяч рублей. И хотел с вами посоветоваться, что вы посоветуете. Потому что тот мотоцикл, который я хочу в Москве купить себе, это Honda Africa Twin. Он стоит здесь около полутора миллионов. Но он также примерно в Москве стоит чуть-чуть дешевле. Но у меня нет таких денег, чтобы и там купить мод, и здесь купить мод. И вот я решил, что я здесь за 500 тысяч мод куплю. И тот, который у меня в Москве, Yamaha, я его тоже продам и куплю какой-нибудь дорожник. Я не знаю, более, чтобы по эндурикам подходил. То есть, чтобы на дальнячок можно было свободно поехать. А это, как мне кажется, какая-нибудь должна быть. Honda NC 700, я не знаю, что там еще. Ну, то есть, вот сейчас вместе с вами посмотрим, по выбираем, если у вас есть какой-то опыт уже в этом плане. То есть, за 500 штук, я думаю, можно нормальный мод взять. Да, но он не будет самой первой свежести. Но он будет, например, там... То есть, какие приоритеты у меня, да? Что я именно хочу? Я считаю, что мод для путешествий должен быть, ну, от 500, так сказать, cc, как они здесь в Турции говорят, да? От 500 кубиков. Потому что все, что ниже, это как бы еще, если и два райдера сядет, еще и плюс багаж, а я хочу все-таки путешествовать с женой, то будет очень сложно это сделать, потому что, ну, мощности будет не хватать, особенно на обгон. Вот, я не знаю насчет, конечно, NC, я на нем не ездил, отзывов очень много смотрю, читаю, но вижу, что в Пятихаточку, более-менее такой свеженький NC, там, 2018 года, там, 2019 года, я вроде как под деньгами не вылазил. В Москве цены дешевле, нежели здесь. Я удивился, потому что, в принципе, должно быть наоборот. Ну, вот здесь, видимо, спрос большой. Мотоциклы здесь, особенно в Алании, ты можешь ездить около 10 месяцев, потому что здесь всегда тепло, практически. Ну, вот в такую погоду, сейчас вот на улице сколько плюс? Плюс 15 где-то, но мотоциклы свободно ездят, просто дождик идет, ну и что? Итак, давайте вместе со мной покажу вам сайт. Кстати, многие, кто тоже захотят в Турции приобрести, вот так вот сайт называется, Сахин Джечи, ты, короче, не прочитаешь, не выговоришь. А реклама наша, в Метро, видите, стоит. Странно. Я, кстати, слава богу, что переводится на русский, можно хоть что-то понять. В общем, вот такие предложения. 89 лера это не подходит. Вот 49 лера, это Кавасаки, 250-ка мне не устраивает, то есть мне ее будет мало. Вот NC Honda, я, кстати, на нее и смотрел. Она идет уже в полной комплектации, с кофрами, с увеличенным стеклом. Так, 13 тысяч пробег. В багажнике мне этот, кофры не очень нравятся. Единственное, что вот это удобно под второго пассажира облокачиваться. Но дополнительный свет у него стоит, защита на раму стоит. То есть, в принципе, он полностью готов для того, чтобы его эксплуатировать. Да и пробег у него 13 тысяч. Но цена у него 55 тысяч лир. Это примерно получится 570-580 тысяч. Короче, ближе к 600 тысяч. А я все-таки рассчитывал на до 500 тысяч вложиться. Видите, 16-й год. Ну, в общем, вот так вот. Давайте дальше посмотрим. Если у вас есть какие-то предложения свои, то есть, я имею в виду, то есть, у вас есть опыт. И вы от своего опыта отталкиваетесь и говорите, что вот такой-то мод, я ездил, очень круто. Пишите мне в комментах, я обязательно прислушаюсь. Вот 2020 год выпуска. Вот он, 2020 год выпуска. 180 километров всего прошел. Вообще новенький НСШ стоит 73 тысячи. То есть, получается около 750 тысяч рублей. Вот. То есть, за 500 тысяч ты можешь взять 16-й год, а за 700 тысяч ты можешь взять полностью, там, почти новый. Вот еще этот мне понравился. Вот в этот я влазью. То есть, получается, что у него 16-й год. Пробег 30 тысяч, но это не проблема. Вот. И год выпуска у него 16-й. Так, черный. Так, все. Но он тоже полной комплектации. Вот он стоит 48 тысяч лир. Это как раз получается около 500 тысяч рублей. Вот такой экземпляр. Единственное, что он далеко. В Стамбуле. Это нужно будет туда лететь. Потом оттуда приезжать. А если это сейчас сделать, то тебе еще посадят на 2 недели на карантин. Больше царапины видно на кофре. Ага. И вот кофр поцарапанный. Ну, это нормально. То есть, это понятно, мотоцикл. Сколько уже там? 4 года. Он, конечно, будет где-то. Ну, вот, цена это 100%. BMW. Гуси у них просто сумасшедшие деньги. Это стоит 750-й гусь. 19-го года. Стоит миллион. Ну, миллион где-то миллион. Миллион 200 тысяч, короче. Миллион 200 тысяч стоит. Это 19-й год с пробегом 8,5 тысяч. Но это просто сумасшедшие деньги. То есть, в Москве за миллион 200 можно фонду Африку Твин взять. Офигительную. Новую практически. Да, конечно, практически. Прям новую. Реально взять новую. Триумфы тоже здесь сумасшедшие. Ну, Триумфы и у нас немало стоят. Но все равно он конкурентоспособный. А здесь как-то у них сильная разница. Вот тоже НЦ нашел. Смотрите. 16-й год. 22 тысячи пробег. Пробег 22 тысячи. Но без кофра. То есть, кофр дополнительный. Я так думаю, что они у него есть. Просто он их снял. Ну, а так вот. Вроде у него состояние по виду царапин. Ничего нет. Красиво. Но, блин, по деньгам не вылазит. То есть, 52 тысячи. Это значит около 500. 530, что ли. Около того. Короче, друзья. Поэтому буду сидеть и выбирать. Если у вас есть какие-то предложения, пишите. Обязательно прислушаюсь. Потому что хочу взять себе классный мод за 500 тысяч рублей. Реально это или нереально. Вот сейчас и посмотрим. Тем более в Турции. Всем пока. С вами был Серега Пынзарь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok